Всем привет! Стресс мешает нам жить и чувствовать себя полноценным и счастливым человеком. Очень важно вовремя от него избавиться. И сегодня я расскажу вам 9 способов, как расслабиться и избавиться от стресса. Первое. Нужно лечь рано, прямо сегодня и очень хорошо выспаться. Люди очень часто ошибаются, думая, что хорошо выспаться это значит проснуться в час или в два дня. На самом деле хорошо выспаться это рано лечь и рано встать. То есть вместо того, чтобы засыпать как обычно и весь следующий день проспать, лучше прямо сегодня лечь рано, часов в 9-10 вечера и по-настоящему отдохнуть. Второе. Конечно же свежий воздух, упражнения или прогулка. Соберитесь, выберитесь на улицу, пройдите по своему району, прогуляйтесь куда-нибудь или сделайте несколько упражнений дома, хотя бы 15 минут. Физическая активность оказывает влияние не только на тело, но и на эмоциональное состояние организма. Третье. Спланируйте свой день и планируйте его всегда, попробуйте это. В большинстве случаев человек испытывает стресс от того, что чувствует, что он что-то не успевает, не справляется с делами или у него слишком много задач. На самом деле это от того, что все приходится держать в голове и нет ни списка дел, ни режима, ни графика работы. Запишите все свои дела, распишите по минутам свой день, куда вам нужно съездить, сходить, чем позаниматься. Вы разгрузите свой мозг и будет намного легче. Четвертое. Обязательно делайте маленькие перерывы и оставляйте время только на себя. Это может быть чтение, медитация, любой ваш способ расслабиться, отдохнуть и побыть наедине с собой, побыть в гармонии с собой. Как-то особенно акцентировать внимание на медитации я не буду, но все-таки скажу, что это дико полезно и прекрасно избавляет от каких-то волнений и переживаний. Пятое. Для девочек. Домашние косметические спа-процедуры. Все вот эти кремики, бальзамы, масочки, все что угодно, что у вас есть и что вы давно хотели сделать. Вперед. Это очень поможет расслабиться и снять напряжение. Шестое. И то, что проверено мной огромное количество раз. Технологический шаббат. Перерыв в использовании гаджетов, соцсетей и интернета в целом. Кого-то устроит час, кого-то устроит половина дня, кого-то целый день, а кого-то неделя. Главное это сделать этот перерыв и отказаться от всех прелестей современного мира на какое-то время. Седьмое. Естественно, без социума не обойтись, поэтому встречи с друзьями, милые и уютные посиделки дома или в кафе, все это прекрасно поднимает настроение. Здесь один важный момент, это если вам уж очень понравится возвращаться к гармоничной жизни посредством общения с людьми, пожалуйста, будьте осторожны. Ни в коем случае не нужно наталкиваться и вообще контактировать либо с негативными личностями, либо с ноющими. Потому что человек имеет такое свойство перенимать на себя чужие проблемы, чужой негатив, и от этого нужно держаться подальше. Восьмое. Постарайтесь хорошо и полезно питаться, хотя бы в течение одного дня. Вы сразу же почувствуете изменения, если целый день ваш рацион будет состоять из большого количества овощей, фруктов, полезных каш и других атрибутов правильного питания. Не нужно весь день есть одни яблоки и кефир. Просто откажитесь от того вредного, что поглощаете постоянно, и организм отблагодарит вас. И девятое, самое последнее. После всех этих маленьких пунктов и небольших шажков к тому, чтобы прийти снова к гармоничной и счастливой жизни, нужно все-таки сесть и определить первоначальную причину вашего стресса. Возможно, что-то произошло достаточно давно, неделю назад, или есть какой-то момент, который беспокоит вас каждый день вашей жизни, в ваших буднях, и вы это просто терпите, копите внутри себя и не меняете. Ну а когда поймете, что же вас все-таки так беспокоило и заставляло волноваться, либо измените это, либо уберите это из своей жизни. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Всем пока!